Всем добрый день, меня зовут Вячеслав Крюка, фирма Оптозапчасти. Сегодня на данном видео я рассказываю про запчасти для ремонта ГБЦ. На самом деле, очень многие клиенты проходят через ремонт ГБЦ и зачастую просто не особо разбираются в запчастях, на что обращать внимание, как работать с поставщиком, когда заказываешь запчасти, потому что, на самом деле, многие поставщики на рынке так и норовят подсунуть некачественные запчасти, а их на рынке, поверьте, очень немало. Поэтому я надеюсь, что вы посмотрите это видео до конца и сделаете определенные выводы, когда будете заказывать запчасти в итоге, вы уже будете полностью понимать, что требуется от поставщика, чтобы он вас не обманул, скажем так, чтобы вам достались запчасти такие, как требуется. Сейчас все внимание на стол, я переключаю режим. Итак, вот таким образом у нас сегодня выглядит стол. На стол попала ГБЦ от ВП-6. Это я просто, чтобы показать по поводу самих ГБЦ, как обстоит ситуация на рынке. То есть, когда вы покупаете у дистрибьютора, как правило, это вот так в ящике, все обстоит с QR-кодами. То есть, вы покупаете оригинальную запчасть, но это, как правило, самый дорогой вариант получается. И зачастую у многих поставщиков, кто работает тоже по ВИЧАЕ, у них нету таких упаковок красивых. То есть, такие упаковки красивые, это только либо у дистрибьютора ВИЧАЕ, либо у дилеров ВИЧАЕ в России. Но очень много поставщиков, кто, например, возит Хуатай, Лео, Криотек, Автотек, других брендов перепаковщиков. То есть, в основном, если мы говорим про продукцию конкретно в тех упаковках, которые в основном представлены на рынке, то здесь нужно немножко начать разбираться, все-таки, что является оригиналом, а что нет. И вот я как раз на этом видео сейчас все подробно расскажу, и вы уже будете понимать, стоит ли вообще покупать именно от Криотек, или от каких-то других перепаковщиков, или взяться за голову и просто находить определенные коды заводов, которые я сейчас подробно вам все покажу. Итак, смотрите, когда покупаете ГБЦ, ну, вообще в оригинале она идет вот таким образом, типа QR-код есть, вот здесь в данном случае на ГБЦ есть обозначение краской, вот видите, зеленая метка, вот здесь внизу головки есть тоже там вот зеленая метка, вот если ее видно, здесь даже вот немножко написано тоже обозначение как бы краской. Вот это определенные индикаторы того, что это тоже является оригиналом, то есть обозначение краской. На крупных узлах в основном наносится, то есть на очень мелких запчастях такого не найдете. Вот здесь еще на этой головке, в частности, есть вот на тарелках клапана код завода, вот видите, его видно вот здесь вот наверху, здесь я его вижу, 16.06 написано вот конкретно вот здесь сверху на тарелке. То есть, если есть на запчастях на самой ГБЦ вот такие обозначения завода, кода завода, то вы уже можете смело понимать, что вам достался оригинал в целом, потому что те, которые не оригинальные ГБЦ, ну, подделки, скажем так, на рынке, они, как правило, идут с минимумом обозначений, и уж на тарелках клапанов они тоже там не заморачиваются, ничего не наносят, то есть собирают из самых дешевых запчастей, это, как правило, так и есть. То есть, не будет такой, что не оригинальная ГБЦ, а сверху навесили все оригинал, то есть, вот эти все запчасти оригинального качества с кодами заводов. Такого, как правило, не бывает. Если она запчасть не оригинальная, поддельная, то, как правило, и запчасти на ней тоже не оригинальные и не внушающие доверие. То есть, вот таким образом можете различать тогда, когда вам запчасть досталась не в оригинальной упаковке от дистрибьютора. А сейчас перейдем непосредственно к запчастям. Я сразу хочу сказать, здесь на видео в основном я рассматриваю запчасти для VP10, Euro2, но все, что я буду говорить, это вполне переносимо и на другие двигатели, и на другие модели, даже в рамках VH. То есть вы смотрите вот это видео, и все то же самое можете теперь понимать, что это и для другого двигателя, для которого, например, вы будете делать капитальный ремонт ГБЦ в частности. Вот смотрите, бывают вот такие ремноборы, я просто показываю, вот я выложил. Вот это полностью, это не то, что я собрал отдельно запчасти, это вот такой бывает прям в наборе, в пакете, вот такой полный набор. То есть здесь коромысла в сборе, винты регулировочные, гайки, пятаки прижимные, вот держатель, коромысел, то есть вот эти все запчасти. Болты, пружины, клапана фускной и выпускной, сухари, сальники клапанов, тарелки прижимные, вот разного вида. Это вот все, что, как правило, на эту ГБЦ входит. Вот бывают вот такие ремноборы, но их, как правило, вообще нереально найти в продаже. То есть в основном вам придется всегда покупать все по отдельным запчастям. То есть это будет, скорее всего, коромысло, да, отдельно, впускное, выпускное, отдельно, вот ось коромысел, на которую коромысло вешается. Вот отдельно будут клапана в основном, это те основные запчасти, которые в основном покупаются клиентами. Вот, вот эти, например, мелочевные уже там тарелки прижимные, это крайне редко берут. То есть в основном это сальники клапанов идут, да, там, ну вот клапана, еще раз повторюсь, и коромысло. И вот на что обратить внимание, когда вы будете покупать вот эти ключевые запчасти. Я их вот тут отдельно выложил, чтобы еще раз по ним пройтись. Кстати, ни в одни ремнаборы, если вы вдруг даже найдете ремнабор ГБЦ, это называется ремкомплект для ремонта ГБЦ, вот конкретно вот этот набор запчастей. Никогда не входят седла и никогда не входят направляющие. Это в любом случае всегда, когда будете ремонтировать ГБЦ, покупается отдельно. Сейчас я подробно расскажу, на что обращать внимание. Вот многие думают, что нужно покупать только каких-то известных перепаковщиков, например, как Криотек, да, возьмем. То есть там точно супер качество, а остальные какие-то запчасти, они даже не достойны вашего внимания, скажем так. Но я сейчас вам докажу, что это не так. Иногда бывает у некоторых поставщиков можно найти вполне дешевые коромысла, да, вот в частности, как здесь. Причем по очень адекватной цене, с кодами заводов, то есть то, что и говорит о том, что это оригинальная запчасть. Просто она у них не в оригинальной упаковке, но, например, сам поставщик этого не знает. Но вы теперь, посмотрев данное видео, вы, например, будете знать, что это точно оригинальная запчасть. То есть вам не обязательно понимать, что конкретно за завод в данном случае, как он там по-китайски называется. Вам главное увидеть код завода на запчасти. И сейчас я подробно показываю, где вы будете эти коды искать. То есть, как правило, на любой оригинальной запчасти, вот здесь мы просто смотрим, есть каталожный номер. И вот, например, здесь, с другой стороны, эта же самая запчасть, есть код завода. Вот у ВИЧА это обычно четырехзначные коды. Вы уже на многих видео их видели. То есть, просто ищем код завода. Вот здесь каталожный номер, есть код завода. Вот 15-20 в данном случае. Здесь даже на запчастях оригинальных даже видно закалка токами высокой частоты. Тех мест, которые требуются усилить именно прочность. Вот здесь это все есть на оригинальных запчастях. Это уже даже по внешнему виду понятно, что это оригинал. Но то, что вам точно говорит о том, что это оригинал, это код завода. Вот здесь мы на карамысле его увидели. Вот, например, держатель, да, карамысла берем, ось карамысел. На ней тоже есть код, посмотрите. Вот этот же 15-20. То есть, не обязательно, что на всех запчастях будет написано 15-20. Вы, главное, ищите глазами четырехзначный код. Вот здесь также указана, с другой стороны, часть каталожного номера. То есть, это не полный каталожный номер этой запчасти, но он здесь тоже присутствует. То есть, обязательно, обязательно всегда ищем. Это должно быть. Если этого нету, то есть, если вы крутите запчасть, на ней вообще ничего нету. Это 100% не оригинальная запчасть. Всегда на крупных вот таких запчастях обязательно указание кода завода и каталожный номер. На седлах не пишется, как правило, код завода. С большой вероятностью его не будет. Но, вот здесь, например, на обратной стороне мы можем разглядеть каталожный номер. То есть, в любом случае, каталожный номер на седлах обязательно должен быть. Я вот не знаю, настроится резкость или нет. Здесь вот, в этом месте конкретно, вот, я его вижу. Вот здесь, в этом месте, есть конкретно каталожный номер. Далее. На направляющих никогда не наносятся каталожные номера. Их бесполезно искать. То есть, это только ваше личное доверие к этому поставщику, которого вы будете покупать. Если вы верите поставщику, тому, с кем работаете, то вы можете смело покупать. В любом случае, номеров никаких на направляющих не будет. Также на клапанах впускных-выпускных, вот здесь я еще раз покажу. Я еще вообще не показывал, но я сейчас покажу. Вот здесь обязательно тоже есть код завода. Вот здесь, конкретно, вот в данном случае, это у нас код завода 1548. К сожалению, это очень мелким шрифтом. Скорее всего, я не знаю, разглядите вы или нет. То есть, вот здесь, на каждом клапане, вот здесь присутствует, вот здесь, в верхней части, присутствует код завода. Обязательно должны быть коды завода. Даже здесь, вот, на вот этой части, вот, эта часть механизма, где коромысло. Вот сверху, на ГБЦ, вот это номер Е091. Вот эта классификация, начиная с Ешек, это именно для Синатрак идет запчастей. То есть, завод, когда производит для завода Синатрак, оригинальную запчасть, он всегда указывает свой код, код завода. И у Синатрак, вот по классификации, всегда так. Ешка идет и три цифры. То есть, вот здесь, конкретно, на данном видео, вы посмотрели, как у ВИЧ-маркировки происходит. Это четырехцифровой код завода. И, например, вот на данной запчасти нанесен, конкретно вот по Синатрак классификации, тоже код завода. То есть вы видите код завода, все, для вас это уже индикатор того, что это оригинальная запчасть. Вам не нужно специально там искать вот именно в такой упаковке, переплачивать за него, искать Криотек, искать Хуатай, Лео, другие бренды там, какие вы знаете, там на рынке есть, Валма есть, еще другие бренды, то есть там Вайтека, например, да, то есть вы уже много, наверное, перепаковщиков за свое время пересмотрели. Вот, ну, перепаковщиков действительно много, они там каждый год появляются, нет смысла никакого гнаться за ними, они, перепаковщики, все так же перепаковывают эти же самые заводы, то есть вы не можете ничего найти лучше. Не может быть такого, что, например, вот есть такие клиенты, которые думают, что Криотек лучше намного, чем оригинал. Нет, ничего лучше оригинала быть не может. И в любом случае, если у Криотека там оригинальная запчасть, то это абсолютно равнозначное качество. Нету там никакого другого, более лучшего качества, как вот могут некоторые подумать. Другое дело, что, когда вы просто купили Криотек, вы можете быть спокойны, да, что вам не нужно ничего там сверять, вы уже просто сами знаете, что Криотек это всегда, как правило, хорошего качества. Но, поверьте мне, даже у Криотек попадаются подкидные запчасти, поэтому в любом случае я всегда рекомендую вот эти коды заводов находить, если вы их нашли, особенно если нашли по хорошей цене, смело покупайте. И не думайте, что если бы вы купили Криотек, то было бы лучше. Ничем там не лучше, абсолютно такое же качество, вот просто кто-то продает это же качество дешевле, кто-то это же качество под видом Криотек продает, например, в три раза или в четыре раза дороже. То есть всегда включайте голову, я очень надеюсь, что вы умные люди и всегда будете вот просто действовать по принципу того, что вот вы знаете, что есть коды заводов и ничего не нужно изобретать. Просто находите эти коды на запчастях, еще раз повторюсь, на крупных запчастях, на мелких запчастях, на гайках, на винтах регулировочных, там, например, вот как здесь на пятаках, на сухарях не нужно искать коды заводов, там это не наносится. Только на крупных, вот на коромыслах, я еще раз говорю, на клапанах, в это все вот там будет, обязательно код завода. Ну, все, если видео показалось вам интересным, ставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, я и дальше буду снимать для вас полезные, интересные видео. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok